Субтитры создавал DimaTorzok 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 Обратите внимание на ребенка Значит вы начнете контактировать Значит меня берут в расчет Значит я чего-то стою И я сам себе тем самым доказал Что нормально, да Со мной считаются я в этой стае Все в порядке Он пытается постоянно Отвоевать место под солнцем в этой семье Обращайте на меня внимание Щенок делает ровно то же самое Вам нужно сделать что? Вам нужно щенку просто объяснить, что, дорогой мой друг, мы общаемся с тобой, вот то, что ты хочешь делаешь, но только вот с этой, с левой стороны, и вот здесь вот мы общаемся. И не надо щенка учить команде рядом, она и есть, по большому счету. Вы просто объясните, что коннект вот этот вот, общение, начинает происходить вот здесь, с левой ноги. А здесь, ну, хочешь, иди здесь, но мы с тобой не общаемся. А как только здесь пошел, сразу пошло общение. А общение при помощи чего? Социальный драйв, разговариваем, приговариваем рядом, хвалим и даем лакомство. То есть мы уже несколько драйвов используем сразу, для того, чтобы с собакой наладить вот эту взаимосвязь. Щенок очень быстро понимает, что вот здесь классно, здесь можно общаться и так далее. Но у нас часто бывает по-другому. Сначала мы научим команде фу. Потом мы научим не ставить лапы на хозяина. А поскольку это чаще всего происходит с левой стороны, ну, с правой стороны, с левой стороны, да, но чаще с левой, потому что человек уже книжку прочитал, а в книжке же написано, что поводок должен быть в левой руке. Значит, щенок автоматически чаще находится с левой стороны, и с этой стороны начинает прыгать на ногу. А мы его за это наказываем. И потом в 8 месяцев, когда мы убили реакцию следования у собаки, мы идем к инструктору, и он на ровном месте, в этой пустыне, где ничего уже нет, начинает делать команду рядом. Понимаете? Главное на первоначальном этапе не столько научить чему-то, сколько не загубить врожденное, полезное нам поведение, полезную нам генетику. Поведенческую генетику. Это самое основное. Занятия, они для того нужны, чтобы развить нужные реакции. Грубо говоря, я уже не помню, напомню, у скульптора спросили, как ты делаешь свои гениальные скульптуры, он сказал, что я просто беру камень и убираю лишнее. Здесь то же самое происходит. У нас уже есть определенное поведение, генетически запрограммированное, мы просто должны нужные реакции выявить, поднять их, а ненужные нам реакции сначала игнорировать, а потом аккуратно купировать, переведя в другое русло. Вот и все.